Идея концертного ТОДа была еще во времена группы Король и Шут, но мы не успели ее реализовать на самом деле, потому что занимались уже вплотную театральной постановкой, репетициями в театре. И как-то в конце 20-го года мы вспомнили, что скоро десятилетие этого альбома и подумали, почему бы не вернуться к ней. В этом году первой пластинке ТОД исполняется 10 лет. 10 лет – это юбилей. И мы подумали, что будет хорошо вернуться к старой идее концертной программы, основанной только на этих песнях. Это не спектакль, это концертное шоу музыкантов группы Король и Шут, нас в виде группы «Северный флот», в которой мы скоро поедем играть по всей стране в виде огромного раскидистого тура. Раньше на концертах группы Король и Шут мы исполняли несколько песен из этих альбомов, но не было полноценной программы, которая была бы полностью основана на песнях из альбомов ТОД. Главная изюминка этой программы, конечно же, голос Михаила Горшенева, который прозвучит примерно в половине композиции. Эта технология уже отработана в группе кино. В нашем случае даже это будет не настолько массировано, потому что Михаил там прозвучит во всех песнях, то есть будут петь приглашен в колесе. Будет женский вокал, то есть альбомы ТОДы будут представлены в лучшем мире. Остальные композиции будут исполнять Александр Леонтьев и Лена Т. Также в некоторых городах к нам присоединится Алексей Гершенев. Учитывая эксклюзивность и масштабность этого мероприятия, мы постарались подойти к подготовке всех его составляющих максимально ответственно и качественно. Такой большой проект, конечно же, не делается за неделю, за месяц даже. Мы, когда задумали такую интересную программу, мы поняли, что репетиционный процесс займет очень много времени. Вместе с другими параллельными организационными процессами я говорю только о музыкальной составляющей. Сначала мы отслушали обе пластинки ТОДы и выбирали, какие песни прозвучат лучше в концертном шоу. Был довольно продолжительный промежуток времени, когда мы собирались на точке и занимались только этими песнями. Уже весной мы, знаете, репетируете эту полностью программу, чтобы понять, как в дальнейшем будет выглядеть наше полноценное шоу. Примерно месяц мы просто отслушивали материалы, отслушивали старые записи, искали пленки, ну не пленки, конечно, цифровые, имеется в виду, носители, в которых был записан репетиционный процесс десятилетней давности, отслушивали голос михи, какой из них можно использовать, какой нет. Павлик потратил уйму времени на это. Подобрали какой-то набор уже материала исходного, с которым можно было работать. И тогда уже наметился контур программы, из каких песен она будет состоять, и как это может выглядеть и звучать. Изначально мы даже не были уверены, что все получится ровно так, как мы хотим. Но запасливать павлик она очень помогла, у нас выразовывалось достаточное количество материала. И где-то после тура Северного флота, который закончился в апреле, мы приступили уже к процессу репетиции. Собирали где-то раз в две недели по несколько дней. Леник приезжал в Петербург, и мы садились там день по пять, вспоминали, переаранжировали какие-то вещи, распределяли гитарные партии по-могу немножко, чтобы было поинтереснее, посвежее. Но основная задача была, конечно, полностью сохранить и оставить тот дух этих двух пластинок, который записан был тогда, там, хорошо ли записан, плохо ли, но люди привыкли слышать песни в таком варианте. И мы старались не злоупотреблять возможностями по переаранжировке, делать все максимально близко к оригиналу, но с какими-то небольшими там дополнениями для концертов живых. За эти годы вы могли услышать эти песни только в различных театральных постановках. Теперь у вас появляется возможность услышать их в классическом концертном звучании «Король и Шут». Мы играем концертную программу. Концертную программу основанную на песнях двух альбомов тот группы «Король и Шут». Это не мюзикл, не постановка. У нас будет рок-концерт с мощным светом, с мощным звуком и со всеми атрибутами настоящего концерта. Поэтому это немножечко другое. То просто следите за афиши. На афишах будет написано «Музыканты Король и Шут». Если нет музыкантов Король и Шут, значит это не ваша история. Мы просто играем концерт. Поэтому войдут туда самые хитовые композиции этих двух пластинок. Ну и на бис мы сыграем несколько песен «Король и Шут» с огромным удовольствием в качестве такой жирной точки в этом прекрасном шоу. «Король и Шут». Увидимся на концертах, посвященных десятилетию двойного альбома «Король и Шут». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok